В микрорайоне Криаш Куйбышевского района Самары на улице Егорова мало социальных объектов. Родителям приходится возить своих детей на машине или на общественном транспорте. Жители обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну с просьбой оказать содействие в строительстве детского сада. Тема действительно острая, потому что вот этот микрорайон по улице Егорова представляет из себя достаточное количество многоэтажных домов, где, естественно, много детей. То есть, по нашим данным, примерно 800 детей возрастной категории от 3 до 18 лет. Квартал на Егорово строило Министерство обороны для военнослужащих. По проекту были запланированы и школа, и детский сад. Но смогли построить только дома. Место под детский сад было по плану во дворе домов номер 10, 12 и 20. Но так как земля принадлежит Министерству обороны, для строительства нужно, чтобы эту территорию передали в муниципалитет. Положительные примеры такой передачи, особенно под соцучреждения, в городе уже есть. Тем более, что передача земли ускорит реконструкцию еще одного объекта – стадиона «Буровик». Этот алгоритм взаимодействия с Министерством обороны у нас отработанный. Не только на Панову, но и во многих других частях города. Земельные участки Министерства обороны в ускоренном режиме предоставляют не только, кстати, участки, но и объекты недвижимости. Также к депутату обратились и представители школы номер 41. Недалеко от их здания есть муниципальное помещение, которое занимает частное образовательное учреждение. Но уже больше двух лет оно не используется по назначению. Поэтому администрация школы просит передать его в их владения, чтобы увеличить количество учебных мест. Вместе с городскими и областными властями, контрольными, назорными органами мы будем добиваться того, чтобы неиспользуемое сегодня школьное здание было возвращено в муниципалитет, и в нем начался бы учебный процесс. Еще одно обращение было по резонансному случаю, связанного с одной из частных школ в Самаре. Родители шестиклассницы просят провести проверку действий администрации учреждения в отношении своей дочери, из-за которых у ребенка появились проблемы со здоровьем. Кроме того, представители дачных кооперативов в Куйбышевском районе обратились по вопросу необоснованного перекрытия подъездов к участкам. Александр Хинштейн пообещал найти решение и проконтролировать их исполнение лично. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.